Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет такая, что у него на самом деле с соперницей. Если вы точно знаете, что ваш мужчина не один, а ушел к другой женщине, и вы очень хотите знать, что там происходит, как у них идут дела, кто там любит, кто не любит, счастливы они, давайте посмотрим. Давайте все посмотрим. Кто эта женщина? Кто он? Это женщина по королю жезлов, да? Женщина очень сильная, с мужским характером. Вот так я сделаю, так лучше будет видно. Женщина с мужским характером, очень сильная, мощная, властная, сексуальная, красивая. За собой ухаживает, строптивая, немножко резкая, вспыльчивая, такая, знаете, темпераментная. Женщина-карьеристка, очень сильно любит свою работу, любит движение. Она все успевает, ну, по крайней мере, старается, старается, как белка в колесе. Постоянно с кем-то что-то договаривается, там, с партнерами, с компаньонами, на работе что-то, да, пытается, может быть, должность хорошую получить или уже имеет хорошую должность. Женщина имеет мужской стержень. Стержень это четко. Она очень яркая, амбициозная, строптивая, такой, знаете, тип стервы, который пойдет напролом, несмотря ни на что. Берет она, конечно, мужчин своей внешностью, яркостью и темпераментом, и сексом, я так полагаю. Кто он? Ну, он дурак. Здесь четко шут дурак. Ну, можно сказать, что действительно дурак, раз ушел, да, от вас. Еще могу сказать, что мужчина, возможно, хочет начать заново с другой женщины и попробовать, что это такое, потому что, наверное, устал от вас. Да, потому что я всегда говорю, когда мужчине надоедает плов, ему хочется похлебки, попробовать, что это такое. Ну, вот он, наверное, к похлебке ушел, там сейчас пробует, что это такое. Здесь все начало, начинание, легкие поступки. Да, он сам по себе очень такой легкий, такой, ну, образ дурачка. Ну, что здесь еще можно сказать, да, вот рискует, а потом, ай, посмотрим, что там дальше будет. Здесь главное начать для него, да, потому что ему это интересно, вот такая женщина. Хорошо ли ему с нею? Ну, карта императрицы, да, она его устраивает, она устраивает, я так полагаю, она ему готовит не только похлебку, готовит ему, наверное, борщи и котлеты, может быть, по особенному рецепту какому-нибудь, может быть, экзотическому, да. Но женщина за собой, ну, она же смотрит за собой. Кстати, возможно, женщина с темным цветом волос, может быть, с восточной кровью, да, то, что приглянулась ему, не такая, как все, темпераментная, тоже с востока, все идет, энергичная, сексуальная, тоже же оттуда во всю, как бы, да. Женщина, которая очень интересная, образ матери, жены, любовницы, как бы, знаете, как шампунь три в одном. То есть она его привлекает этим. У него таких женщин еще в жизни, видать, не было, вот она его этим и привлекает. Да, она для него хороша, потому что он в ней видит настоящую женственность. Так, а ей, хорошо ли с ним? Ну, в принципе, тоже, да, четверка Пентакли, стабильность. Он ей дает стабильности туда, порядок, он ее ревнует, она чувствует себя, так скажем, ну, я не знаю, замужней, незамужней, но женщины при мужчине уже, как бы, да, надо остепениться, хватит уже там прыгать, наверное, бегать, скакать, да. Она же очень такая действующая личность же, она фигура там, фигура тут, на месте же не сидит. А здесь он ее немножко приземляет, видно, звонит после шести и говорит, дорогая, я уже дома тебя жду, уже борщ сам приготовил, и котлеты тоже, давай приезжай. То есть мужчина проявляет ревность, собственнический характер, а ей это нравится, ей это нравится, тем более такая, как она, транжира, он немножко говорит, милая моя, не покупай лишнюю губнушку, у тебя и так там в серванте, да, или как там, в комоде уже 150 штук. То есть он как-то ее приземляет, приземляет. Смотрим дальше. Что у них в постели? Давайте посмотрим, что у них в постели. Ой, знаете, или женщина хочет забеременеть, может быть, она уже беременная, или планирует беременность, потому что она хочет ребенка. Здесь это так, как женщина, она императрица, императрица это дородная женщина по своей сути, я не могу назвать ее бесплодной, извините, все-таки. Ну, общий расклад здесь, больше процент женщин, который может родить. Если вы уверены, что ваша соперница бесплодна, то здесь я как бы молчу. Но общий расклад здесь, женщина идет, что плодовитая. Хотя, вы знаете, я сейчас вам еще кое-что скажу. Вот мне сейчас просто пришла информация. Возможно, эта женщина хочет пойти еще на, знаете, на суррогатство, да, чтобы суррогатная женщина, там, суррогатное материнство, так скажем. Это тоже как вариант. Но женщина хочет сама, в первую очередь, забеременеет, да. И еще так скажем, да, еще так скажем, что их постель уже не такая яркая, как раньше. Ну, не такая яркая. У них уже как бы, знаете, там, ну, уже все обыденно, да, уже обыденно. Там, наверное, уже это раньше там было в разных позах и где угодно, да. А сейчас, наверное, только в одной пузе, там, наверное, миссионерской, на одной кровати уже. Все, все, как бы уже, ну, интерес так не то, что пропадает, но уже как-то уже нет какой-то искорки, вот желания такого, да, что-то уже попробовать. Видать, уже вот этот вот букетно-романтический период уже прошел. Дальше. Что у них друг в другу чувствах? Давайте посмотрим, любит ли он ее. Ну, карта влюбленная, вы знаете, он до сих пор выбирает. Он выбирает ее и выбирает вас. Он до сих пор никак определиться не может, а потому что он вас еще не забыл. Я не вижу здесь любви. Видите, карта влюбленная, это не карта любви, это карта все-таки, человек, когда выбирает, кто лучше. Она меня больше любит или моя там меня больше любит? Ага, надо посмотреть. Понимаете, человек выбирает. Готовит, сопоставляет вас двоих, кто лучше готовит. А, для меня она лучше готовит. Наверное, вот, наверное, ее надо любить. Понимаете, или наоборот, как бы, да, он думает, там вот моя-то меня больше любила, для меня вкусно как готовила, а это что-то не очень, может быть, меньше меня, наверное, любит. Понимаете, он как сопоставляет все это, да? Дальше. Любит ли его эта женщина? Карта звезда. Ну, здесь я тоже, знаете, она тоже такая хитромудрая. Она все думает. Если он ко мне, может быть, относиться будет хорошо, я тоже его буду любить. И мои чувства, у нее такие чувства, знаете, как, здесь нету такой вот безбашенности, люблю и не могу, там нет. Здесь все больше разум. Разум. Что ты можешь мне дать, что ты можешь для меня сделать, чтобы я тебя как бы полюбила? За что я должна тебя полюбить? Вот здесь вот эта вот тема идет, понимаете? Вот у них, у них, у обоих это как бы одинаковое. Вот как он ее сопоставляет? Только ей сопоставлять не с кем. Она просто считает, как ты ко мне относишься. Уважаешь ли ты меня? Даришь ли ты мне что-то, да? Думаешь ли ты обо мне? Значит, я буду тебе точно так же относиться, взаимно. Поэтому я хотела здесь увидеть все-таки чаши. Конечно, двойка чаш, например, да, туз чаш. Но, увы, я это не вижу. Поэтому на вопрос, любят ли они друг друга, я могу сказать, что не очень-то, не очень-то. Так, что у них в чувствах друг к другу? Что у него в чувствах к этой женщине? Ну, туз мечей. Немножко он суров с ней, да, суров. Потому что он больше, вот здесь разум, преобладание разума. Готовит вкусно, ну, значит нормально, все, хорошо. Мне такая пойдет. Да, вот он как-то вот с этим, вот мысли здесь, мысли, нету чувства человека. Что у нее в чувствах к нему? Ну, вот у нее чуть-чуть, чуть-чуть у нее чувств больше. Потому что здесь все-таки идет королева чаш. Она пытается ему угодить. Она пытается для него быть лучшей. Она все-таки пытается доказать ему, что, милый мой, ты сделал правильный выбор. Хорошо, что ты ушел. Хорошо, что ты со мной. Вот сейчас будет еще такой вопрос, мне интересно. За что она держится? Почему она так сильно хочет удержать его? Вот у меня прям, вот сейчас автоматически пришел вопрос. За что она так его прям держит? Не он ее, а она все-таки больше его. И старается так. За что? За что она пытается его так удержать? За что? Король чаш. Ну, потому что ей нравится такой мужчина. Король чаш. Мягкий любовник, да? Нежный, добрый, ласковый. Ей очень нравится. Мужчина сам красавчик. Ухоженный, красивый, нежный, мягкий, ласковый. Ей это нравится. Она долго выбирала его и долго хотела, чтобы он был с нею и добилась своего. Еще что? Я все уж думал, меркантильный вариант здесь. А у меня что-то не падает. Давайте посмотрим. Я хочу понять, меркантильная она или нет. Вот на это сейчас бью. Давайте посмотрим. Еще почему она хочет быть с ним? Почему она хочет быть с ним еще? Старший Аркан Маг. Добиться своего. Она хочет, скорее всего, может быть, вам доказать. Или еще кому-то доказать. Или самой себе доказать, что с такой красивой женщиной должен быть такой красавчик. Должен быть вот такой красавчик. Понимаете, да? Вот она хочет это доказать. Доказать. Кстати, возможно, здесь было применение магии с ее стороны. Это не сто процентов, но я чувствую так. А давайте спросим. Давайте спросим. Применяла ли ваша соперница магию по отношению к вашему мужчине, чтобы добиться вот так? Нет. Нет. Она старалась сама. Отшельник. Дьявол. Вы знаете, да. Да, применяла магию. Но так это было сделано аккуратно, что даже у меня выходить не хочет дьявол. Понимаете? Потому что я здесь увидела уже отшельника. Отшельники – это шаманы, которые работают с духами. Я уже думаю, ага, вот, потеплело. Сейчас, сейчас выйдет. И вот дьявол здесь вылез у меня. Да, она применяла магию. Скорее всего, вы тоже об этом знаете. Я просто подтверждаю. Да, применяла. Но еще раз. Очень аккуратно, что практически пронюхать невозможно, что применяла магию. Но она есть. Потому что вот выходила очень долго мне. Дальше. Счастливы они сейчас? Счастливы ли они сейчас? Нет. Пятерка Пентакли – это карта бомжа. Нет. Они несчастны. А почему? Восьмерка Пентакли. Ну, потому что оба работают. Оба работают. И меньше времени уделяют друг друга. И тем более, что терпение нужно проявлять друг другу. Терпение, трудолюбие, понимание. Возможно, не хочет ни один, ни другой из них. Не хочет ни терпеть, ни понимать. И хочет, я не знаю, она, может быть, хочет его прогнуть. Он хочет ее прогнуть. Властвовать, учить, обучать. Чтобы та женщина, например, ему подчинялась. Она не хочет подчинения, потому что здесь все-таки у нее король жезла вышел. Кто она? Это с мужским характером. Женщина с мужским характером. Так что плохо им, плохо. И вот последний вопрос. Что дальше? Будут ли они вместе или они разбегутся? Коронный вопрос. Итоговый. Будут ли они вместе или разбегутся? Будут ли они вместе или разбегутся? Давайте я вам скажу так. Окончания отношений пока нету. Есть продолжение. Будем следить, так скажем, дальше, да, за их отношениями здесь в раскладах. Но каждый из них будет получать от этих отношений удовольствие. Она будет получать свое какое-то здесь, да, интерес. Он свой интерес будет извлекать из этого всего. Оба они все-таки очень активные. Да, с этой женщиной ему интересно, а это очень важно для него, пошутут дураку, да. Ему очень интересно с такой женщиной. Они вместе по семерке жезлов, да, ругаются, ссорятся, мерятся, как два ребенка, как два соперника, да. Им интересно, им есть что друг другу сказать. Им есть о чем поспорить. Им не скучно. Вот когда им станет скучно, вот тогда они будут уже расходиться. А пока нет. У них драйв в отношениях. Знаете, когда в постели, вот иногда фотографию смотришь, да, в интернете, когда двое в постели, там, мальчик, ну, молодые люди, да, мужчины, женщины, подушками друг друга, да, бьют, как бы, ну, играются, да. Вот у меня такое ощущение, что они пока играются. Не знаю, подушками, не подушками, они в отношениях пока играются. И это драйв. Им пока красочно, им пока интересно. Вот когда им станет уже скучно, когда то же самое, иногда фотографию такую же смотрю, когда в одной постели друг друга, отвернувшись, спинами сидят. Пока такого нет. Вот когда такое будет, они расстанутся. Ну, поэтому говорю, пока нету точки в отношениях, надо будет следить дальше. Я еще буду делать онлайн расклады на тему, на тему соперниц ваших, да, и будем смотреть, что, как у них будут развиваться дальше отношения. Вот такой был расклад, девочки мои, красавицы мои. Следите, следите за отношениями ваших, да, уже, так скажем, соперников. Я вам желаю всего хорошего, чтобы у вас в жизни был всегда только любимый человек, никогда никуда не уходил, никаким соперницам не ищу кому-то. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что остаетесь со мною и до скорых встреч. Спасибо.